В Улан-Удэ почти семь сотен автобусных остановок. Павильонами оборудована только половина. По-хорошему предусматривать эти сооружения должны еще на стадии планирования дорожного ремонта. В основном улицы города чинить по федеральному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги. И в эту программу автопавильоны, как правило, не включают. Зачастую, можно сказать, даже тротуары не всегда хватает возможности включить локальный смертный расчет из-за острого дефицита бюджетных средств. Эти недостающие элементы обустройства, на которых отсутствует возможность включить в ПКАД, это автопавильоны, ливневая канализация или освещение, городом реализуются за счет других программ, других мероприятий, зачастую это местный бюджет. Для общего обеспечения всех остановочных пунктов автопавильонами требуется 21,6 миллиона рублей. Это при стоимости, что мы будем делать сами, при стоимости 75 тысяч рублей за один автопавильон. Но все-таки считаю, прошу поддержать, у нас очень много дорог делается по БКД, все-таки не направлять туда бюджетные средства города, потому что они сейчас крайне ограничены. На торгах по объектам ПКАД подрядчики роняют стоимость в среднем на 15%. Почему же нельзя на берегу включить в смету расходы на остановочные комплексы и ливневки, чтобы подрядные организации торговались уже с этим расчетом, депутаты не понимают. То есть изначально-то мы почему это в смете не указываем? Мы-то практику уже с вами видим, что они все выходят, все торгуются. Максимальное падение сколько в этом году? 25-27% было? Среднее 15%. Ну я говорю максимальное. Среднее 15% падение. То есть они же изначально понимают, что они ниже могут делать. А если бы в смете у вас все сидело, они бы уже не падали на эти 15%. Зато бы появились остановки, появилась бы хоть какая-то ливневка. В итоге принято решение поднять вопросы на заседании со всеми структурными подразделениями. Кроме того, предвучало предложение стилизовать эти самые павильоны. Например, мы заезжаем в советский район. Там с учетом национального колорита, какие-то там рисуночки или цветовое решение, люди будут знать, что они находятся в советском районе. В Октябрьске заехали, там уже остановки немножко стилизации, ну другая. Рассмотрели депутаты и вопрос повышения доходов бюджета. Так подрядные организации поставят на учет, пересчитают суммы заключенных контрактов и количество работников. Так что уклоняться от налогов уже не получится. Много у нас организаций, которые имеют большие подряды, объем финансированный много, а фактически сотрудников очень мало. Ну не секрет, что все скрывают, особенно в дорожном строительстве. Там, например, у них объем 100 миллионов, а три человека зарегистрированы официально. Мы же прекрасно понимаем, что идет сокрытие. Соответственно, вот этот сектор надо выводить из тени. В налоговой не всегда могут посчитать реальные трудовые затраты, потому что декларации подрядчики предоставляют, когда контракт уже исполнен. В итоге полностью ли были уплачены налоги, так и остается загадкой. Инесса Нанукова, Алексей Ромашов. Новости дня.